Грипп это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи инфекции, характеризуется симптомами интоксикации и поражением дыхательных путей. То есть у больного гриппом высокая температура, выше 38-38,5, сильно болят голова, мышцы, суставы, глазные яблоки, сухой кашель, насморк, боли в горле. С момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит от нескольких часов до полутора суток. Длительность гриппа, если он без осложнений протекает, составляет от 7 до 10 дней, хотя кашель и общая слабость могут продолжаться и более двух недель. Иногда грипп осложняется. Наиболее частыми осложнениями являются пневмония, обострение хронических заболеваний, и наиболее тяжелым осложнением является отек головного мозга. Поэтому лицам, которые осуществляют уход в домашних условиях за больным гриппом, необходимо быть настороженными прежде всего в отношении таких симптомов, которые свидетельствуют о развитии осложнений гриппа. Это такие симптомы, как боль в груди, появление кровянистой или окрашенной мокроты, затруднение дыхания или одышка в состоянии покоя или при небольшой физической активности, высокая температура, больше 38,5, длительностью более трех дней, которая плохо снижается обычными дозами жаропонижающих средств, нарушение сознания больного, то есть резкая заторможенность или резкое, наоборот, возбуждение, судороги у больного, появление низкого артериального давления и синюшности кожных покровов. При появлении этих симптомов необходимо сразу обратиться к врачу. У кого мы чаще всего ожидаем осложнение? Это так называемые пациенты группы риска. Сюда относятся беременные женщины, дети до 2 лет, лица старше 65 лет, имеющие хронические заболевания органов дыхания, особенно хронический абструктивный бронхит, бронхиальная астма, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, пациенты с иммунодефицитными состояниями, это как ВИЧ-инфицированные, онкологические больные, пациенты, получающие гормональную терапию, иммуносупрессивную терапию, после трансплантации органов и тканей. В группу риска входят также лица с избыточной массой тела, а также с кахексиями, то есть с истощением. Поэтому, если не успели привиться, то желательно соблюдать меры предосторожности. Чтобы не заболеть гриппом, необходимо поменьше посещать места массового скопления людей, стараться особенно не брать в эти места с собой детей по возможности, ограничить их посещение в Ледовом дворце, в кинотеатрах, рынке, магазине. При появлении первых симптомов обращаться к врачу, желательно, если есть возможность, остаться дома и выполнять строго рекомендации врача. Хочу обратить внимание на правила респираторного этикета. При кашле и чихании необходимо прикрывать нос и рот носовым платком, желательно одноразовым, который потом выбрасывать. Если под руками нет ничего, то рекомендуют кашлять и чихать в согнутый локоть. Закаляйтесь, ведите активный и здоровый образ жизни. И будьте позитивны! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова